В рядах отдельного батальона ППС пополнением. На службу поступили два щенка породы немецкой овчаркой, меньше полугода. Буквально со следующей недели для Тесла и Турбо начнутся суровые тренировки. Из юрких малышей предстоит воспитать суровых хвостатых блюстителей порядка. У кинологов батальона 20 собак, все немцы. Это самая неприхотливая в уходе и крепкая с точки зрения психологии порода для работы в полиции. Ей не страшен ни холод, ни зной, ни стресс. Быть щейками у них в крови, рассказывают офицеры. Профиль у собак в трех направлениях. Это поиск человека, общий разной профиль по взрывчатым веществам и взрывным устройствам, а также по наркотическим средствам, психотропным веществам собаки обучаются. У нас преимущественно это общий разной профиль и взрывчатые вещества. Пару собак по наркотикам. Для розыска лучше всего подходят собаки темпераментные, холерики. Для поиска предметов и наркотических веществ флегматики. Орлец 4 года, она обучена находить взрывчатку. Своего напарника Николая слушает беспрекословно. Полного взаимопонимания, без которого на службе никак, удалось добиться только длительными тренировками. Везде вызывали нас на серебряный город, по звонку минировали. Все благополучно происходило. На подозрительные сумки. Пока вроде все хорошо. Таких вот прям эксцессов никаких не было. Цезарь обучен на общий розыск и патрульно-постовую службу. Пес он активный, со сложным вредным характером. Его любимая должностная обязанность – задержание. Кусается, конечно, он только по команде, но с большим удовольствием. Его напарник Илья обучил Цезаря идти по следу. От чуткого нюха овчарки злоумышленникам не укрыться. Собаку применял на розыск предметов. То есть у бабушки украли кошелек тогда, зимой. Собаку также применял на обыск местности. Впоследствии был найден кошелек и сам преступник, как называется. Работы у служебных полицейских собак всегда много. Вместе с офицерами они дежурят, ходят в рейды и патрулируют город. И хвостатые, в отличие от полицейских, никогда от службы не устают. И отпуск им не нужен.